Привет! В прошлый раз я показала книжку про какашку, и некоторые зрители писали «Фууу, вот тебе, пожалуйста, английские авторы!» Сегодня я хочу показать другие книжки тоже английских авторов, но немножко другой тематики. Были на базаре и купили разные книжки Лёши и Миши читать. Они читают каждый день, поэтому им надо какую-нибудь пищу для ума. Первая книга «The Innocent Killer», то есть «Невинный убийца». Это история человека в Америке, который отсидел, если я не ошибаюсь, 18 лет, а потом вышел и оказалось, что он был невиновный, но человек отсидел. Такая вот история драматическая об одном человеке. Вторая книжка «Забытые голоса Холокоста». В общем, тоже истории разных людей, выживших в Холокосте. Тут немножечко картинок тоже есть, черно-белые. Старая такая книжка, ну как бы не новая, про Холокост. Вот тоже пускай почитают. Про евреев, про тут не знаю, про кого еще. Может быть, здесь и про русских тоже будет что-то. Про Холокост, в общем. Вот такая книжка толстая, хорошая. Мне кажется, будет интересная. И третья книжка – это про военные корабли. Но она такая, как сказать, более… Это не рассказ, это вот чисто спецификация разная. Как это? Размеры, в общем, как стреляют, чем стреляют и так далее. Про корабли. Такая чисто пацанячая тема. И они сами выбирали, там много книжек были. Все книжки не новые, все книжки такие… Как сказать? А, смотрите, это даже из библиотеки. А нет, это из какой-то школы. В Донкастере, да? Из какой-то школы. Стоила изначально эта книга 99, 10 фунтов. Да, на книжках часто пишут сзади, сколько она стоила. Здесь вот не видно, сколько она стоила. Не знаю, сколько она стоила. Бывает, пишут. А, вот, 20 фунтов. 19,99. Ну, вот такие вот книжечки. Так что не все в Англии книжки про какашки. Есть и другие. Итак, еще раз всем привет. Еще раз. Я без стабилизатора снимаю, поэтому съемка, наверное, будет не идеальной, скажем так. А я здесь у курятника для того, чтобы объединить цыплят. Так, мне понадобится вот эта дрель. Так, и все. Агаш, отходи, отходи, дай я зайду. Так, цыплята. Дай, дай я пройду. Цыплята, я нихрена не вижу. Сейчас я наступлю на кого-нибудь. Агаш, только не открывай меня, ладно? Мне надо вот эту вот... Сейчас чихну. Ой. Цыплята, вы мне там по ногам ходите, да? Куры. Так, клюются. Клюют. Отходи, курятина. Мне надо вот эту вот сетку. У нас тут шум такой. Вот там соседи опять надули свой большой надувной замок. Прыгают там. Поэтому такой шум шумящий. Так, квочка. Я надеюсь, ты на меня не кинешься. Ой. Я здесь не была уже месяц. Вот, мне нужно здесь шурупы убрать. Чтобы вот эту всю сетку можно было сложить. Все. Выключаю камеру. Смотрите, цыпленок бегает с зеленушкой. Выключаю камеру, сделаю дело и покажу. Ай, кусаются. Кусачьи цыплята. Ага, Агаш. Так. Где-то еще я. Агаш, подожди, подожди, Агафель, не трынди. Так. Где-то еще. Резьба сошла. Вот что значит хорошие шурупы и плохие. Сейчас я попробую выломать. Этот цыпленок все за мной ходит, как непрекаянный. Во, вот эта цыпа самая маленькая. Постоянно ходит за мной. И норовит убежать. Не я, твоя мама. У тебя же есть мама. Чего ты за мной ходишь? Так, все. Я открыла сетку, как вы видите. Ну, цыплят... Ой, клюнула. Клюнула первый цыпленок. Ну, это она, так как сказать, показывает ему место. Показывает место. Каждый цыпленок, конечно же, будет клюнуть неоднократно. Но ничего страшного. Они их не до такой степени сильно клюют, во-первых. А во-вторых, ну, это неизбежно. То есть, они должны показать цыплятам, где их место. Цыплята должны научиться их бояться. Не лезть в кормушку перед старшими курами. Ну, в общем... Ой, цепушки. Большие куры пошли на ту территорию, где раньше они не могли быть. Им все это интересно. Цыплята пока в домик не заходят. Что, интереснее? Здесь вкуснее, чем на своей территории, да? Ну, в общем, вот так вот. Я смотрю, цыплята пока что не боятся кур. Совсем не боятся. Ну, сейчас еще, может быть, припадет и Араукани тоже. Потому что она давно не была в стадии. А это значит, ей нужно показать свое место, ее место. Ну, ее место, оно почему-то в самом низу. Хотя эти курочки являются детьми, так сказать, этой Амироуканы. Смотрите, цыпленок вместе с курицей... Цыпленок вместе с курицей ест травку. Цыплята совсем... Залез, ну, не на маму даже. Смотрите, цыпленок залез на курицу. Ой, смешные. Ну, я смотрю, нормально они их принимают. Конечно, может еще начаться какая-то такая небольшая драка. Но пока что все вроде нормально. Так, мне надо убрать шуруповерт свой оттуда. Здесь тоже надо будет почистить. Здесь вон кормушка валяется. Ой, обижают, да, Гаш? Бедный. Ну, вот так вот придется им привыкнуть. Да, осторожно, цыпленок. Не, не может утонуть. Но я потом, Павел, ставлю туда кирпич. Я так делала, ставила кирпич. Вдруг, на всякий случай, если туда попадет цыпленок. На всякий случай. Надо сейчас поставить. Ну-ка, подожди, Агафонь. Ты меня закрыла, да? Открой, Агафь, на секундочку. Меня открой, Агафь. Так. Смотри, я ставлю вот сюда. Вот, теперь закрывай меня. Мама кинула немножко травки. Смотрите, абсолютно нормально. Его никто... Ой. Ну, вот это вот гоняет цыплят. Хотя она самая молодая здесь. Ты будешь гонять цыплят, ты пойдешь в суп. Курица. Нельзя. Фу. Нельзя. Нельзя. Цыплята убегают от нее. От неадекватной. Мне ее, конечно, в суп не хочется очень не пускать, потому что она несет хорошие очень яйца шоколадные. И по качеству хорошие, и по цвету очень интересные шоколадные. Это маран. Маран. У нее вон пятна разорваны с двух сторон. Это ее америукана оплодотворяла, когда у нее цыплят не было. Это, кстати, тоже... Это же с прошлого года. Маран. Тоже, можно сказать, дочка арауканы. Боишься? Вот. Поэтому я ее в суп не хочу отправлять. Она очень хорошая, как бы, курица. Но почему-то она решила, что она здесь босс. Что, Цыплюшкин? Хочешь клюнуть в камеру, да? Ой, ты мой хороший. Цыплюхин. Надеюсь, что ты будешь курочкой. Потому что если ты будешь петухом, в тебе мясо будет. Как в воробье. А вот этот вот толстый. Вот этот вот. Если он будет петушком, то в нем, конечно, мясо будет побольше. Ну, если курочка, тоже будет неплохо. Будет большая курочка. Смотрите, как они чистятся. Прям настоящие миниатюрные курочки. Потому что сейчас вечер. А вечером... Это... Вечер это время для мытья, для чистки перышек. Америукана все квохчит. Потому что для нее это очень волнительно. Я единственное волнуюсь за вон того цыпленка. Это тот цыпленок, на которого америукана постоянно наступает. У него вот нет хвоста, как вы видите, совершенно. Он у него не растет. Посмотрите, какой у этого хвост. И какой у этой. Так, идет черненькая курица. Ой, ой, Агаш, не надо около воды. Ой, ну, Агаш, около воды не надо. Мы покупались. Да, покупались. Ничего, Саш, ну, конечно, они большие уже. Но все равно не надо около воды, Агаш. Ну, почему? Потому что они ногами грязные в воду залазят. Потом вода будет грязная. Понимаешь? Теперь общий у них загон. Один большой. Они еще не видели, что у них тут есть курятник. Вон такой курятник у них. Там он насестый. С левой стороны есть гнездо для яиц. Или, может быть, сейчас его использовать как для спанья, потому что они еще на насесте не сидят. Вполне возможно, у кур может начаться небольшой понос сейчас. Или у цыплят. И у кур это вот как бы такое на нервной почве, так сказать. Но ничего, это долго не продлится. Они все равно должны объединиться. Они должны привыкнуть друг к другу. Понять, где их иерархическая ступенька находится у каждого цыпленка. Я принесла вам обедчик свой. Обедик принесла. Акаша их щавелем кормит. Они очень любят щавель. Получается, два черных цыпленка, два вот таких рябчатых, как мама, и два беленьких вот таких вот относительно. Спрашивали тоже, все ли шесть цыплят выжили. Да, все шесть цыплят, которые вылупились, все выжили. Так, что там делают куры сзади меня? Они на меня землю кидают. Кто тут на меня землю кидает? Ну, прямо вот им не хватало. Не хватало этого места. А это место, где вот сейчас роются вот эти вот курочки дальние. Это их вообще-то ванна. Не знаю, что они там клюют. Там нет никаких зернышек, по идее. Но это ванна. То есть они там купаются. Как вы видите, цвет земли здесь, да, черный. И какой там. Потому что там зола, деломитовая мука, песок. Вообще там такая вот у них вот этот вот пятачок. Вот этот вот. Это у них все ванна. Грязевая ванна, так сказать. Они вот обрадовались. Потому что они месяц не имели доступа туда. Ну и, как всегда, куры новое место очень любят. Да, это, конечно, курица выглядит ужасно. У нее она вся общипанная. Хотя она молодка. Она прошлого года. Но выглядит вот так вот. Потому что ее америка она пыталась оплодотворять. Это все вот из-за того, что нет петуха, видимо. У кур вот такой вот бывает сдвиг. Сдвиг по фазе. Все, выхожу из-за гона. Сдело сделано. Кур объединены. Смотрите, собака и цыпленок. Цыпленок опасается собаки. Ушел в кусты. Альма, ой, стой, 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 цыпленок. Ты тут давай сейчас сорванешь куда-нибудь. Потом будем тебя по всему саду ловить. Давай. Гань, хочешь потрогать цыпленка? На. На этом я свое видео сегодняшнее заканчиваю. Цыплята в новом доме. Иди уже в новый дом. Все хорошо пока что. Завтра, конечно, будет новый день. Новое испытание для цыплят. Но я думаю, они с ними справятся. Это такая практика, ну, известная. Цыплята большие. Куры не так уж их будут обижать. Так что не думаю, что будет какая-то большая проблема. Я уже так делала. Уже два раза делала. Цыпленок не выбегает сюда. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Всем пока. Пишите комментарии, какие-то советы, может быть. Что улучшить, что не улучшить здесь. Пишите какие-то свои мысли. Всем пока. И до новых встреч. До завтра. О, соседи выключили свою жужжалку. Ох. Я думала, у меня сейчас мозг сварится от этого жужжания. Как я устала от этого жужжания. И ты устала. И ты устала. Ну, реально, голова уже начинает болеть от этого монотонного жужжания. Ну, я убегая. Ота-п任. Да. Ота-п任. Ота-п任.